Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Восьмой том. Вопрос 2051. «Что более всего вас удивляет при чтении житий святых? Что вы вообще не приемлете в них?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Совершенно не могу воспринять то, что идет явно вопреки Слову Божию. И в первую очередь это их удаление от Бога, но под прикрытием, что все они делают во имя Бога и ради Бога. Идут вопреки прямых указаний Христа идти в мир и благовествовать и тут же размашисто так. Это ради Бога и трудов ради Него. Какое издевательство над прямым смыслом и над словами Христа! Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. «И сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». «Монашество и их уставы – это абсолютно новое, неевангельское учение, самосовершенствование, самоуглубление, в отрешенности, чем занимались циники. И пертом этим занимались все, абсолютно все, кто народился после апостолов. И особенно это сильно взыграло и расплодилось в четвертых-пятых веках». Иеремия, 35 глава, 15 стих. «Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил, «Обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам, отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». Ефимий Великий, 20 января. Вместе с тем ему порочено было, хотя он и не хотел, начальствования и попечения о монастырях, находившихся в этом городе, так как он с детства весьма возлюбил иночество и безмолвие. Посему преподобный Ефимий часто пребывал в монастыре святого мученика Палиевкта, отстоявшим в некотором отдалении от города. В одни же святой четыре десятницы он удалялся в одну пустынную гору и там предавался безмолвию среди подвигов и трудов, известных единому Богу. Сознавая же, что настоятельство и управление монастырей препятствуют его безмолвию, вместе с тем, избегая славы человеческой, преподобный на двадцатом году своей жизни тайно ушел в Иерусалим. Поклонившись чистому кресту и гробу Христову и прочим святым местам, он посетил святых отцов, живших в окрестной пустыне, и, рассмотрев житие и добродетель каждого, подщился к подражанию им. Потом он пришел в Лавруф, в Паранску, отстоявшую от Святого Града, в расстоянии шести поприщ. И, нашедший в ней монастыря одну пустую келью, в уединенном месте поселился в ней, не имея совсем ничего. Обручившись летению корзин, он питался от труда рук своих. И так, освободившись от всякой земной заботы, он имел лишь одно попечение – как угодить Богу. Филипп Митрополит, 9 января Много раз от некоторых из иноков ему приходилось принимать оскорбления и даже побои, но он никогда не гневался и с радостью, и с миреномудрим, переносил все, и никто не знал, кто он и откуда. Так, искусившись в терпении, Феодор просил игумена постричь его военночество. Он был пострижен военночество с именем Филиппа. Феодосий Черниговский, 5 февраля Он исходотайствовал у гетмана Малороссии укрепление земли в разных урочищах и позволение у царя через каждые пять лет присылать в Москву своих чернецов для сбора подаяний и испрошение о царской милости, что они получали в щедрых размерах. Ревностно исполняя обязанности иноческого звания, он служил для иноков высоким примером строгой подвижнической жизни, привлекая в свою обитель множество ищущих спасения. В то же время, желая еще более внедрить в иноках дух истинного подвижничества, святитель устроил на Мастырской земле небольшой скид для тех из братьев, которые искали полного уединения и суровых аскетических подвигов. Хотя вслед за тем, по слову Спасителя, Иоанна, 16 глава, 33 стих, «В мире будете иметь скорбь, но умужайтесь, я победил мир». Святой Феодосий, сей верный делатель Вертограда Христова из-за клеветы и зависти человеческой, претерпел много несправедливых огорчений и скорбей. Сразу же по вступлению в свои обязанности он вошел в Гетману Малороссии, в Мазепе с представлением, что Елецкая обитель скудна запасами хлебными и особенно дровами, так что жить с братью трудно, а помочь нечем, так как во владении Архимадрии мало подданных. И Мазепа, вообще не отличавшийся щедростью по отношению к духовным лицам и обителям, исполнил просьбы святого Феодосия из особенного уважения к нему и отдал во владение монастырю село Мощенку, также и других обладавших достатками. Уважение к Феодосию побуждало благотворить Елецкому монастырю. Таким образом, при святом Феодосии в продолжении двух-трех лет Елецкая обитель достигла благосостояния, вполне обеспечивавшего ее существование. Семен Юродивый, 21 июля А они, упавшие к ногам его, молили его со слезами, чтобы он безотлагательно постриг их и облег в святой чин. После того старец, желая их испытать, взял отдельно Иоанна и говорил ему, «Я уже убедил твоего друга, чтобы он еще на год остался в миру. Если ему угодно, — возразил Иоанн, — пусть остается. Я же не в состоянии так долго ожидать пострижения, но умоляю тебя, отче, тотчас совершить надо мной то, чего жаждет душа моя». Семен же, видя их отдельно беседующих, сказал старцу, «Немедли, отче, слушая доводы Иоанна, трепещет за него у меня сердце, что затужит он о супруге своей, с которой в нынешнем году сочетался браком, богатый и прекрасный, и ради нее да не уклонился от любви к Богу». Иоанн также обратился к старцу со слезами. Очень он был склонен к слезам. «Молю тебя, отче, немедленно постриги нас, чтобы не погубить дорогого мне брата. У него мать, которая так сильно любит его, что не может жить, не видя его. И боюсь за него, чтобы, вспомнив о любви к нему матери, не отшатнулся от любви к Богу. И так не перестану печаловаться, пока не увижу его постриженным». Старец же, видя и взаимную заботу друг о друге, и по опыту зная, что Бог не пострижает, не отвергает прибегающих к нему, всею душою твердую веру немедля более ввел их в церковь и постриг начальный иноческий образ. Когда же совершалось их пострижение, Иоанн сильно плакал, а Симеон тайно толкал его, давая знать, чтобы он молчал. Он думал, что тот плачет об отце и жене своей, но тот изливал слезы от горячей сердечной любви к Богу. После пострижения и посовершения святой литургии Иоанн опять простер к ним продолжительное поучительное слово, ведая своим прозволивым духом, что недолго пробудут они в монастыре, так как Бог призовет их на еще более совершенное житие. Тот день пришелся в субботу, и хотел игумен на утро воскресенья возложить на них совершенный чинь ангельского образа. И стали говорить некоторые из братьев Иоанна и Симеона, «Блаженны вы, потому что наутро возродитесь и будете чисты, как бы только что родились. Вы очиститесь от ваших грехов, как будто только в этот день получили крещение». А те, не понимая того, что говорили им, изумились и ужаснулись, и, придя к святому игумену в субботу вечером, молили его такими словами. «Не крести нас, отче, потому что мы христиане и дети христианских родителей, вновь рожденные погружением в святого крещение». Игумен же, не понимая слов, их спросил, «Кто вас хочет крестить, о дети?» А они отвечали, «Слышали от братьев, что наутро будем крещены». Тогда игумен, поняв, что братья говорили им о святом ангельском образе, сказал, «Хорошо объяснили вам, отцы, потому что наутро хотим облечь вас в совершенный чин ангельского образа, который освободит вас от всех, сделанных вами в мире прегрешений, подобно второму крещению». Иоанн же и Симеон не знали, что такое совершенный чин ангельского образа, и приказал игумен позвать брата, которого прошлую неделю посвятили в тот совершенный чин, чему еще не исполнилось семь дней. Так что брат носил постоянно по уставу Монастырскому все одеяние святого чина. Когда этот брат пришел, Иоанн и Симеон, увидев его, припали к ногам игумена и молили, чтобы он тотчас же еще вечером облег их в этот чин. «Мы люди», — говорили они, «не знаем, проживем ли эту ночь и увидим ли утро, и вдруг отойдем в этой жизни, не получив такого венца, радости и славы, какой видим этого брата. Учителями мы окружены, они теснятся, вытесняют нас. Все, начиная с памятной жены, воображает каждый, что от смерти спас. На каждый шаг и вздох тебя трамбуют и переучивают эти знатоки. Любой твой вздох и мысль твою любую и обязательно писанию вопреки. Мы в океане, в тесном окружении, тьмы вариантов, исходящих счастьем. Нас, не спросясь, разводят или женят, наручники цепляют на запястье. Какой критерий, лакмус для проверки, что тем советчикам не дано ошибиться? Как убедиться, на пути ли вера верным? Не между стульями советуют садиться. Где тот оригинал, конечный эталон? Система мер, весов, измерений. Как от советчиков точнее, держать заслон, где у души проверить слух и зрение. Могу сказать, свой опыт передать, где сохранить же знание и гордынь. Тот первый день, ту первую тетрадь храню, листаю бережно и ныне. Святую Библию, которой автор Бог, он сам не указал среди сомнений, заговорил, ответил, научая впрок. Свет засиял, сжигая массу мнений. Такой ли я приезжий, прилежный ученик, склоняюсь ежедневно пред Иисусом. Прошу проверить жизненный дневник. Мои сто сессий сорокового курса. Учителями делаться опасно. Не тот подать совет, не сверившись с Писанием. Не перепутай Первомая с Пасхой. Советчики нужны от Бога знания. Игнатий Лапкин, 2003 год. Продолжение следует...